Раз, два, ам, честно говоря, а я же не сохранялся перед этой миссией, я просто не думал, что так все кончится, что я там до этого говорил, так, что называется, ну, очень умную вещь, вот это я понимаю, все, навалилось, здравствуйте, друзья, с вами Спектр, и вы набрали 2500, даже плюс, это просто на момент, когда я записываю следующую серию, лайков по первой серии GTA 3 с 1 хп, как я и говорил, за весь август я постараюсь пройти GTA 3 с 1 хп полностью, я рад, что вы за это прохождение, кстати, планку в 2000 лайков можно оставить, как в случае с GTA 4, поэтому прямо сейчас не забудьте его поставить, надеюсь, планка будет преодолена, и сразу выходит третья серия, значит, остановились, я сразу показываю, мы на миссии, так, подожди, а на какой мы остановились? Так, остановились мы на миссии, до свидания, Чанки Личонг, и, собственно, дальше у нас задание на Джоуи, потому что на Луидже я выполнил абсолютно все, GTA 3 снова чутка подлагивает, ничего с этим сделать не могу, поэтому попробую выправить звук, насколько это будет хотя бы возможно, ну и, собственно, здесь мне добавить больше нечего, да, вторая серия, опять же, дамы и господа, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение, ролики по GTA 3 и вообще по GTA в частности выходят каждый день 14.30 по Москве, по возможности, ну а когда я доберусь до следующего задания, я вам, собственно, свистну, У меня есть такое ощущение, что сегодня будет выполнено выше нормы по заданиям, потому что первая серия была довольно короткой, я сам этого не ожидал, и следующая миссия называется Ван Хейст, Ван Хейст, вернее, и как я ее ненавижу, но сейчас ее с одним ХП придется проходить Я знаю прострадку, одну, что можно перегородить машиной, ну в данном случае таксишкой Ван, взорвать машину, и тогда дэмэдж будет полный Но знаете, давайте без этого обойдемся, хорошо? Короче, так как тут никакого Таффент Мода нет, я просто сейчас развалю этого старика, он выйдет из тачки, и я спокойно заберу ее себе, договорились? Смотри, по сути, единственная здесь проблема будет какая? Я сейчас надамажу этот Ван, и тогда мне придется машину поменять, но я, в принципе, к этому уже готов отчасти Так, я половину дэмэджа, короче, снес, теперь мне что нужно? Теперь мне нужно поменять машину на вот эту румпу, или как она называется, да? А, мунбим, прошу прощения Да, и, короче, поехали дальше его долбить Ох, как я влетел красиво, полиция, кстати, может помочь, тут надо брать какую-то тяжелую машину, потому что у нее медленнее расходуется шкала с ХП, ну, условной Ай-яй, как же GTA 3 тормозит? Это же насколько надо было сраному Биллу Гейтсу обновить, там, Windows до какой-то, я уже не знаю до какой версии, чтобы старые игры настолько лагали, твою мать Так, быстро, сюда, теперь в машину, надо посигналить, чтобы нас не арестовали Куски же вы дерьма, блин, две звезды, я планировал, я планировал машину обновить, ладно, придется так его бить У этого урода, короче, никак не отваливается дверь, я не знаю, что они хотят от меня, это конец, ребята Ха-ха, добро пожаловать на дубль 3 Или, подожди, секундочку Интересно, я смогу вам хоть в быстрой обработке показать, что там было, потому что Ай, нужен какой-то патч, который правит производительность на самой последней версии Windows 10, потому что это просто невозможно Урод, ты выйдешь из вена или как? Выходи, мужик, я тебя уже додолбил, насколько это возможно Выходим Заходим Спасибо, что с пистолета не убили Все, ребят, до свидания, до свидания Я поехал в гараж На самом деле, ребят, была бы у меня в этом моменте узишка Я бы еще раз стрелял водилу вот этого вена Отлично, спасибо И... да, все закончилось бы на хорошую концовку Но вот эти уроды от меня сейчас точно ведь не отстанут Все, ребят, все, 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 можете успокоиться Да, можете... Какая же ты тварь Можешь успокоиться, я доехал Все Вот знаете, я вам что скажу Наверное, после каждой миссии, правда, придется сохранять игру Еще раз проходить ванхайс, это... Это мучение было бы Ладно, поехали Я сохранюсь и след... Хотя нет, давайте следующее сразу бахнем И потом уже сохранюсь я С вашего позволения, кстати, я не буду выполнять задание на Марти Чон... Чон... Как вы, господи... Марти Чонкса Потому что там стрельбы не будет Там, по сути, просто возить его придется Следующая миссия дается шофер Сиприани Очень умная миссия, потому что играет очень умная музыка в машине Так, ну что, тормозим На самом деле, тачку они и так не раздамажат Поэтому все будет нормально Шофер Сиприани, такая чисто левая миссия Потом мне все-таки придется сохраниться Замечали вы или нет, кстати Но, по сути, большинство ведь миссий в GTA 3 Они проходятся рядом или внутри своего же транспортного средства Поэтому здесь главное будет запастись оружием И потом не просирать задание Чтобы, соответственно, не лишиться вооружения Триады, кстати, я не помню после какого задания Триады будут к нам враждебны Потому что сейчас мне придется на синий телефон еще выполнять задание А лучше, когда триады будут еще к нам нейтральны Поэтому, да Сейчас, наверное, мы сделаем перерыв между Тони Некоторые люди, кстати, писали Серега, ты накрутил каких-то модов там стрёмных? Они мне шину спустили! Каких стрёмных? Я, наоборот, усложнил себе прохождение И вы еще, блин, жалуетесь на этого Посмотрите, как убого с пробитым колесом в этой игре ездить Просто, на самом деле, в оригинале этого нельзя сделать, если вы не знали Ладно, с мафиози я заберу пушку Хоть что-то хорошее с него достанется Ну и все Шофер Степрияния, вторая миссия за серию Она была выполнена крайне быстро Итак, я сохранился Теперь самое время Кстати, если что, пишите в комментариях, если музыка говно Просто Rise FM это радиостанция, которая не подвергается авторству в GTA 3 уже лет 20 Поэтому я ее подрубаю, да? Пока триады нормальные Давайте выполним Эльбура И третья миссия в сегодняшней серии называется Туризма Это мега интеллектуальное задание, где надо просто гонку выиграть И для этого я взял Sentinel Mafia Не думаю, что это самый лучший выбор Можно было бенши, конечно, взять Ну ладно, разберемся и так Вообще, я полагаю, что главная проблема миссии Туризма будет состоять в том, чтобы выдержать вот эти скачки FPS Которые есть в GTA 3 Мой комп не тянет, господи, задонайте на новую видеокарту Ладно Итак, значит, что у нас тут? Три читы? Да, и хрен с ними, поехали Ребята-то движутся нормально, понимаете? У них все расписано, все прописано по времени А, ну да А у меня, видите? Если их много, начинается беспредел Это, кстати, похоже на прохождение из какого-нибудь условного 2010 года Когда подрубают фрапс А там 30 FPS А на ролике ты видишь 15 максимум Ладно, я возвращаю вам GTA 3 в том виде, в который вы хотите В том виде, в котором вы проходили вообще в первый раз Но не считая, если вы там вообще в нее никогда не играли и запустили только в этом Кстати, с учетом этой аварии, они там раздолбались по полной программе Я вам говорю, задания в этой GTA, они очень короткие И по сути, если ты их просираешь, то ты это делаешь моментально И потом переходишь обратно на следующее Или, там, не знаю, рестарт, рестарт, я хотел сказать, но не суть Ну, короче, вторая серия чисто пройдет в Вортленде Я постараюсь хотя бы закрыть Джоу и закрыть синий телефон Потом подумаем, что делают с Тони Сиприяне Кстати, вот пока еще еду У меня один вопрос такой появился Помните, в прошлой серии я нычку с Калашом брал, да? А там была броня В случае, когда я проходил GTA 4 с одним хп Броня подбиралась Но я, соответственно, это скипал уже потом, да? Мне интересно, а с этим модом броня будет активна или нет? Может, там тоже одна единица брони будет всего лишь прописана И последняя контрольная точка И, собственно, кто король GTA 3? Ну, естественно, блин, я король GTA 3 Все, я даже с таким фпсом смог осилить эту миссию быстрее, чем за 3 минуты 2.57 Нормально Хорошо Я пока не поеду к Джоуи Давайте сразу закроем этого Эльбура, да? И самое тяжелое это будет испытание огнем Я, если честно, не придумывал страту Поэтому будем по обстоятельствам действовать Четвертая миссия Страшно, да? Четвертая миссия в сегодняшней серии называется Ice Cream You Scream Кстати, будет очень легкое Там только мистер Вупи стырить И поставить на него бомбу Пикап, дебривки Ай, не надо ставить, мы ее подбираем Вот видите? Вроде проходил недавно, а уже все забыл Вот вам и GTA 3 с одним хп Просто щелкается задание Щелкается, щелкается Кстати, пользуюсь случаем Пока я забрал чемодан Я хочу перепрыгнуть вот этот трамплин Клоджи у меня не умрет Хорошо Я заберу вот этот дробовик Который мило тут разрабы оставили Правильно? Клоджи не умрет У меня тут ограничение по фп стоит И то оно скачет Ладно, погнали за мистером Вупи Здравствуйте, мне нужен ваш мистер Вупи Не сопротивляйтесь, пожалуйста Его и так очень сложно найти Знаю, потому что на 100% проходил Включая странный экспорт-импорт Итак, припаркуйте вэн Рядом с набережной Вы, кстати, знаете, что вот эта надпись I will chill again Ну, сзади мистера Вупи Это отсылка на Дениса Устеменко-Вайнштейна Что? Вы не знаете, кто это? Да это Джиган Ну, блин, почему я это объясняю? Как это вообще можно не знать? Денис Устеменко-Вайнштейн Вот и все Это, кстати, пасхалка, которой вам вообще Ни один блогер, по сути, не расскажет Ладно, ставим Так, теперь нажимаем Джингл Ага И, собственно, все Теперь главное подорвать Подрываем их сразу всех вместе, ребят То есть я не буду с ними никак воевать Они сами себя подорвут Вот вон они выходят, пацаны После этой миссии надо будет сохраниться Дальше будет жопа Это испытание огнем Три, два, один Подрываем Хе-е-е-е Шесть Я не понял А с них вообще даже узишка не дропнулась Серьезно? По сути, ее можно было забрать, наверное Если ты проходишь миссию своими руками, да? Без мистера Вупи Хорошо Половина на синий телефон готова Эльбура счастлив Теперь давайте найдем тачку Я сохранюсь Ой, и... Спаси, господи, мои нервы от следующей миссии Моя нервная система охренеет Если я сейчас пройду эту миссию с первой попытки И пятая миссия во второй части называется Трайл бай файер Что переводится на русский как испытание Огнем 25 человек надо сжечь за 2,5 минуты Какой сраный кошмар Ну я готов Угадай, какую радиостанцию я слушаю Судя по моим возголосам Что я вам могу сказать, дамы и господа Ну, сейчас, в общем-то, все решится Потому что... Итак, я забираю его И смотрим Да, 25 ряд за 2,5 минуты Проблема в том, что... Они нейтральные, да, по отношению ко мне Но понимаете... Такое дело... Я не могу часто их сжигать Потому что туда приедет пожарка И полиция В целом, если вот по одному это делать То нормально Но надо менять хотя бы область В которой я их сжигаю 3, 2, 1 Двоих Хорошо Я, наверное, буду по возможности вам показывать Большую часть того, что я здесь делаю А то, типа, скажете Серега, там по-любому Что-то читарил Уйди от меня, струя! Не трогай меня Вот под струю нельзя попадать Иначе Клода смоет Ну, вы поняли Типа, одно хп Ну, ладно Это тупая Не смешная шутка Смотрите Смотрите, он бабку пинает Блин, ладно, я не буду ему мешать У меня тут свое, короче Кстати, нравится, что Портленд Это вот прям идеальный такой Индустриальный центр Я вчера, когда в магазин ходил У меня тоже Там бабка с пожарником У подъезда дрались Кстати, один сталкер может спалить Где я нахожусь Учитывая эту историю Ищи, братан, ищи Ну, я не знаю, ребят На самом деле, я думал Будет гораздо сложнее Потому что Эти-то не агрятся на меня Притом, я как-то толпы стараюсь тут жечь И в целом нормально Еще бы ФПС, блин, не проседал Ну, кстати, пользуясь случаем Еще передаю привет Своему бывшему однокласснику Сергею Кущану Передаю привет Кущан Я тебя помню Человек просто попросил Сами понимаете Такое редко бывает Когда вот так вот вспоминают Я не знаю просто, что комментируют Ребят, 9 человек осталось 9 человек Я не знаю Они спавнятся крайне редко Поэтому мне надо по 2 человека За 10 секунд хотя бы сжечь в этой миссии Не знаю, у меня есть такое ощущение Как будто Пол Портленда уже сжег в этой миссии 5 осталось Смотрите, я сейчас выйду на рубеж 10 секунд, 1 человек Значит, я все сделал правильно 4 чела, 20 секунд 3 чела, 20 секунд Твари, заспавнитесь Я уже готов бежать в другой конец Блин, этого рыбного района Вон они, двое идут, последние Сейчас лишь бы они не задеспавнились Так Давай-давай Идите вместе, идите вместе Вы так красиво смотритесь Зажаренные Все, выполнено 10 тысяч С первого раза, кстати Думал, это конец будет Смешнее всего то Что, по сути В этом прохождении Была только одна смерть Именно официальная Ну, если не считая Этот, анлок фпса, да Это в миссии ванхайст В этой же серии Но следующая миссия У нас называется Бигнвэйни Я не буду ее переводить Иначе ютуб докопается Хотя, как будто он и так Раньше не докапывался Но Это миссия с журнальчиками Самый прикол в том Что Для одного хпс Здесь нет абсолютно Никакого критерия По поводу сложности То есть мне просто Главное пройти эту миссию И синий телефончик Закрыть Прикол в том Что вы же все равно Меня не простите Если я Ну, пропущу ее, да Поэтому Давайте я как-нибудь Попробую сейчас ее пройти Аккуратно И потом, соответственно Вернусь к вам Тут, кстати, можно с горы Прыгнуть сразу в порт Тут же не надо их все собирать Тут надо именно Доехать до мужика Я слышал, что в мире Есть единственный человек Который знает Расположение всех этих Журнальчиков Без карты Это Александр Королев Вот Его говорят Разбудите в 3 часа ночи Он вам Скажет весь маршрут Расположение этих журнальчиков Вот так вот Саша Любит эту миссию Если кто не понял Это вот тот парень С первой серии Который Про лайки вам напомнил Чтобы вы не забывали Их ставить Но это порядочно, кстати, было Блин, там за окном Мияги включили Дайте Райз ФМ Послушать, черти Почему вы не можете Проехать рядом С моим окном Под Райз ФМ Из GTA 3 Я давно не практиковался В этой миссии, ребят Честно говоря Тут Такое дело У меня как бы 6 секунд осталось Так еще и игра тут Надеюсь, кстати Из-за лагов Там у меня не перепрыгивается Через журнал машина А то всякое бывает Но я, кстати, в принципе Уже доехал Какой идиот Придумал заспавнить Два раза подряд Дождьми на этом сохранении Все, валя отсюда Просто с дождем Эта игра сходит с ума Еще больше обычного А, блин Вента нельзя покидать Все Осталось довести это добро Только до магазинов В квартале фонарей Все, все надо делать Последовательно И следующая миссия Снова на Джоуи Завится Мертвый Скунс В багажнике Тоже На самом деле Задание в транспортном средстве Но есть одна тема Меня всякими силами Будут пытаться вывести с нее Итак Вот та самая машина Возможно здесь есть Какая-то сейвовая страта Типа можно заранее избавиться От ребят форели Но я думаю Что если уж проходим GTA 3 с одним хп Давайте четырить Ну условно четырить Да Только в том случае Если прохождение Совершенно не клеится А так и обыкновенным Способом пройдем Видите прикол Этот придурок Совершенно от меня не отстает Вот он единственный Из всех форелей От меня не отстает Тема какая Тема такая Что ребята с треяды Кстати начали Уже агриться на меня По сути Они видимо После миссии Шофер Сиприя Они уже становятся Агрессивными Я этого не знал Я думал Только после миссии На Тоне Они такими станут Нихрена подобного Ладно Все равно Я уже почти приехал Ммммм Мммм Ммм 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 Какая чемучая Обалдеть Обалдеть Как же они Дерут Ах Полиция не такая агрессивна В этой игре Как вот эти две машины Форелей Кусков Я знаю Что сейчас надо сделать Чтобы не просрать Уже был опыт Был опыт В пятнадцатом году Поэтому я просто Сажусь в машину Все Они мне теперь Ничего не сделают Давайте Давайте Уроды Сидите сюда Смотрите А что на молотилку спокойно отправляются, да? То миссия будет пройда. Они там, кстати, друг с другом развлекаться стали. Ну все, машину по идее складировали. Ну, поехали тогда к Джоуи. Последнюю миссию триггернем. А, кстати, или нет? Подожди-ка, а давай-ка кто не заедем? Так, это говорил последовательный человек сюда. Подожди. Восьмая, по-моему, миссия, да, в сегодняшней серии. Называется Taking Out the Laundry. По-моему, это миссия, в которой надо просто три грузовика уничтожить, да? Но мне не нужны гранаты, у меня есть дробовик. Здесь главное все сделать с безопасного расстояния и не попасть под полицию. Фу, MSXFM. Так, вот сейчас будет очень больно, если я промажу два раза. Поэтому раз, два, три. Отлично. Я промазал три. Ну, окей. Ну, вернее, как промазал. Имеется в виду, дальности просто не хватило. Раз, два. Ам, честно говоря, а я же не сохранялся перед этой миссией. Я просто не думал, что так все кончится. Ам, когда тебя лещат с этим модом, ну, именно в больнице, когда ты воскресаешь, у тебя всегда будет 100 хп. Поэтому ситуация необратимая. Мне придется сохраняться впредь после каждой миссии в этой игре. И да, я знаю, что я не сохранялся после мертвого скунца в багажнике, но тема такая. Я пошел проходить ту миссию вторым способом, чтобы меня триады с битами не поймали на улице. Пойдемте просто купим сраны узишки. Ну, поехали. Тактика в этот раз будет кардинально другой. Я, короче, взял узишку. 500 боеприпасов. Не знаю, хватит мне их или нет. Но в любом случае, это лучше, чем на своих двоих бегать по району триад, которые уже сагрились. Правильно? Поэтому, да, и схема попроще. И гореть оно будет ярче. Ну вот, так уже лучше, кстати. Дробовик оставим на какое-нибудь другое задание. А с Джоу и потом разберемся. Я перед следующей серией перепройду то задание, а потом будет ограбление банка. Теперь вы, молодой человек. Ах, как красиво стрелять. Имею столько кадров в секунду. Ладно, не суть. Я все равно на это буду обращать внимание, каждую серию, да? Но вы еще не видели моих самых гениальных страток. Например, на убийстве Кенжи. Вы же понимаете, что они там будут настолько идеальные, что вы, наверное, их даже не видели никогда. Ну и, ребята, подрезаем последнего. Машина, кстати, у меня уже дымится. Надо аккуратно с ней. И при том, кстати, полиция тоже не сагрилась. Так что, мне кажется, я делаю все правильно сейчас. Отлично. Ну и все. Поехали тогда, получается, сохраняться. Потому что после этой миссии я не хочу потерять весь свой боезапас. Ну, смотрите. Тогда у нас договор. В третьей серии я перепройду задание с Скунсом. Ну, уже вне записи, да? И, наверное, у нас будет с вами финал Портленда. Вот так быстро я его, в принципе, осилил. Хотя можно было и на первую серию взять миссии чуть побольше. Тогда бы я, может, теории до Сальватора дошел уже в этой серии. Но это была вторая часть по GTA 3 с одним хп. Все-таки надо сделать перерыв. Потому что с непривычки сложно писать сразу несколько серий подряд. Надеюсь, что вы досмотрели серию до конца. Не забывайте про лайки. Плейлист GTA 3 с одним хп внизу слева на экране. Посмотрите. Если что, первая серия будет вверху справа. Ну и внизу справа тоже какой-то ролик. Ну и с вами был Спектр. Играйте в хорошие игры. Играйте с хорошими модами. Услышимся на третьей серии. Ждите ее. Она скоро выйдет. Всем пока.